МУП «Водосток» занимается содержанием, эксплуатацией сетей ливневой канализации, а также восстановлением напорных каналов. Предприятие обслуживает как муниципальные, так и бесхозные сети. Причем последние занимают 70% городской территории. Отсюда и итог «Водосток» в предбанкротном состоянии – выход, увеличение абонентской базы. По примеру Москвы и Санкт-Петербурга, доходная часть такого предприятия формируется на 70% за счет оплаты муниципалитетам услуг по водоотведению, а остальная часть – за счет прочих пользователей ливневой сети. Но в Сочи предприятия почему-то не считают нужным оплачивать договора за обслуживание ливнестоков, хотя это определено законом. 416-й федеральный закон создан для системы водоснабжения и водоотведения. Ливневые централизованные системы как раз входят в систему водоотведения. Поэтому плата за ливнеотвод, за отвод длиннажных вод, она определена законодательно и считается обязательной. Алексей Толмачев стал исполнять обязанности руководителя водостока три месяца назад. И за это короткое время ему удалось оптимизировать структуру управления. После анализа численности и компетентности сотрудников штат водостока сократился на 29 человек. Кадровые изменения произошли и среди руководителей. Начаты мероприятия по взысканию просроченной дебиторской задолженности, сокращаются и долги самого предприятия. Ситуация начала выправляться. Вы знаете важность выполняемых вами задач. И думаю, что есть очень много неохваченных направлений в деятельности, которыми нам еще предстоит заниматься. Поэтому все эти вопросы, которые стоят перед предприятием, будут в поле зрения моего, в поле зрения моего коллеги Юрия Федоровича Павла Марчука. Руководителям структурных подразделений поручено в двухдневный срок подготовить предложения по улучшению деятельности предприятия, из которых будет сформирована дорожная карта антикризисных мер. Предприятию необходимо также провести обследование и до осенних дождей принять на баланс бесхозные ливневые сети в городе более 700 километров. Для их расчистки требуется специальная техника. Это значит дополнительные расходы. Поэтому сейчас главная задача – изыскать возможность финансового оздоровления предприятия, что в конечном итоге благоприятно скажется на качестве городской среды в целом.